Достойные предков, героев войны. Ребята специальной смены проявили героизм в мирное время и спасли несколько сотен жизней. До начала тематического ток-шоу «Герои нашего времени» рассмотрели оружие героев Великой Отечественной войны. «Пулемёт Максим» – самый популярный герой фильмов о войне 600 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до двух километров. Самым интересным экспонатом Алексей Ярышок специалист Кубань Патриот Центра назвал «Личные вещи солдат» и среди них медальон смерти. Это капсула, в которой солдаты хранили сведения о себе и семье. На верёвочке носили на шее. В другом случае, даже сейчас, в некоторых формах нашей советской армии, вот здесь вот делается дополнительный кармашек. И вот здесь вот он носился. И если с останками найдена вот такая вот ложка, и если есть фамилия, это практически возвращение из небытия данного солдата. Потому что этого солдата мы, во-первых, можем похоронить со всеми воинскими религиозными почестями. И в конечном итоге на обелиске напечатать его фамилию элементарно, чтобы существовал такой человек, что он погиб за нашу родину, дал всё, что мог, включая жизнь. Спустя несколько часов Алексей дал другой ответ. Одна из девушек спросила, какая здесь вещь самая дорогая. Я сказал, что личные вещи данных военнослужащих. Я сейчас посидел, подумал, и всё-таки я, наверное, соврал. Самое дорогое, самое дорогое при работе поисковиков – это останки наших воинов. Этому герою мирного времени 21 год. В ноябре прошлого года Михаил Анфалов спас девочку от нападения маньяка в подъезде пятиэтажки. Открыв дверь, я увидел маленькую девочку в лужи крови, и на ней сидел очень большой мужчина и бил её кулаком сверху. Ну, я, конечно, сразу же начал действовать. Вспоминая историю прошлого года, Михаил сжимает кулаки. Повторись история, поступил бы так же. Я начал с ним бороться, драться и всему тому подобное. В итоге так получилось. Драться пришлось с боксёром более двух метров ростом. Силы были явно неравные. Желание спасти девочку ослепило. Горячее сердце 11-летнего Артёма Воронина в морозную зиму откликнулось на беду. Спас бабушку, вытащил из колодца. Это были крещенские морозы. Мы шли из школы, но мы не растерялись, побежали сразу к колодцу. Бросили сумки и стали вытаскивать бабушку. Как она говорит, она перед крещением всегда набирает воду. Нахнулась так, стала набирать и потерял сознание. Когда бабушку спасли, первое, о чём подумал Артём… Чтобы она не замёрзла, не заболела, ничего с ней не случилось. На форуме перед ток-шоу Артём фотографируется с ветеранами и сотрудниками пожарной охраны – Светланой Красовской, Ириной Максимовой и Анатолием Мавриным. На счету этого горячего сердца более 700 спасённых жизней. В профессиональном кругу его называют «копчёным». Копчёные – это люди, которые имеют право допуска работать в кислородно-изолирующих противогазах, именно вот в таком дыму создать условия для тех людей, для тех солдат, которые не имеют защитных средств. 26 лет Анатолий жил в Грозном в самое горячее время. Спасал людей в условиях войны. Пережил обстрел снайпера. Тот знал, куда целился. Стрелял по рукам пожарного. После нескольких операций функции правой руки восстановили частично. Сам Анатолий называет руку специальной. Удобно за талию обнимать женщин и приглашать на танец. Он всегда демонстрирует. Я всегда демонстрирую, когда у нас проходят, допустим, встречи. И на танец он приглашает. Он говорит, что специально такая у меня. Такое событие – встречу с молодыми горячими сердцами пропустить просто не смог. Вот как это маленькое сердечко. Ну, мы профессионалы, мы обучены. Это просто автоматически дети пошли на этот подвиг, можно сказать. Это точно подвиг. Я потрясен, что столько много детей, очень много детей, вы видели аудиторию, которые награждены вот этим знаком горячей сердца. Героев нашего времени награждали несколько раз от администрации городов и регионов, от МЧС. Меня много чем награждали. Сперва администрация подарила грамоту, коробку конфет и смартфон новый. Еще администрация города тоже подарила грамоту. Потом МЧС России приезжала по Туле. Подарили электронную книгу и благодарность. В Москву еще ездили. Мне вручили за смелость, проявленные при спасении человека медаль. Каждый маленький герой – обладатель высокой награды. Знака отличия – горячее сердце. И случай с непредвиденной или кому-то нужна помощь, каждый поступил бы так же, по совести. Так же бы. Если было бы наладнение, помог бы каким-нибудь людям выбраться там, кто в доме, если застрял бы. Добро должно быть в полокаре. Конечно. Ну а куда без этого? Бывает, что люди ведь не понимают. Вглядитесь. Вот такие они герои нашего времени. Достойные памяти предков и поступков старшего поколения.